так хочу поделиться не то чтобы поделиться взял карточку это по скидке было 580 это от asus от asus 4 гиговая но 580 конечно сразу же засунул в плату протестить плата за 390 до сигнале та же то есть видно да подключена через тайп си с видеокарты выход displayport на displayport вход в материнскую плату то есть она передает изображение через displayport через thunderbolt 3 и вывод на монитор через type-c монитор 4k вот что порадовало что ширина полосы x16 до этого я пробовал 560 там была ширина полосы x8 вот здесь она полноценная памяти но я взял 4 гиговую потому что дешевле вышла и в принципе для игр я в игры не играю поэтому мне важно было проверить мощность чипа и совместимость то есть asus производитель получается работает под маккозью оно видно что на первом месте стоит при загрузке в кловере инжекта T стоит также как и было и она если карточку вытаскиваешь автоматически работает 630 вот или инжект отключаешь 630 включится то есть системным образом пока я не искал и вряд ли получится обновил только что до 14 5 мохаве то есть обновление прошло хорошо перезагрузилась звук не слетел звук я использовал аэлси этот кекст вот до этого я кловер обновлял поэтому кловер тоже не понадобилось обновлять так но айтюндс работает я просто звук приглашил проверил визуализатор карта работает или нет вот поэтому как бы можно закрыть его свернуть что еще запустил гигбенч этот я его уже удалил вот он 4 ну он как бы результаты выводит на сайт но вот по процессору такое значение по моему 5 и 7 так везде это 630 графика на 8700 кофе лейке и там выбираешь gpu 2 получается 129 почти 130 баллов на вот этой rx 580 4 гига вот модель вот похожая есть у аймака с этой графикой 580 графика или 570 я говорю это asus не сапфир хотя здесь процессор идет у них кабилейк ну в принципе шо 7700 шо 8700 они в принципе одинаковые вот но остальное все вроде как бы без изменений такой скажем легкости и плавности или быстроты по сравнению 650 особо не не видно ну да работает амд как то вот работает может потому что через тайп си потому что выход на прямую наверное через дисплей порт был бы немножко быстрее мне кажется что еще показать ну попробовал видео крутит нормально это не 4к это обычная full hd потому что надо монитор разрешение переставлять чтоб она подхватила 4к в общем то тут нормально работает шо еще не проверял а вот я не проверял фильмы не знаю они дело в том шо ролики но грудится но они не все но в общем то смотрю работает как тут назад я не знаю серии фильмы будет она отсюда во мультики точно показывает а насчет фильмов я не знаю но пошел он фильм идет нормально но так карточка неплохо я же говорю это получается где-то 130 долларов она вышла можно брать поэтому сказать ну я доволен я из-за того что 560 она как то слабовато показывала а 570 можно было взять тоже за 100 евро можно ровно купить ее сейчас ну думаю возьму вот эту попробую может быть следующую возьму 8 гиговую хотя вот больше мне хотелось вегу все таки протестировать но веги еще дорогие за вегу надо 400 долларов отдать ну а так можно сказать что я доволен в принципе все остальное как есть много еще не тестировал но главное что я только вставил и она заработала и как бы без проблем то есть я просто думал производителя подойдет или нет от асоса ну асос нормально подходит так же с редактированием я пока не занято поднимаюсь в принципе можно файл на локате было протестировать но это если когда-нибудь ролик понадобится какой-то смонтировать может и протестирую а так можно смело брать тут она не пишет какая какой производитель ну в принципе и так ясно но вроде все благодарю кому интересно 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 что